И мне задала вопрос подписчица Майя Майя, которая уже давно на моем канале. Гжели это. Вот ее смутил рисунок. Да, рисунок не очень такой характерный для гжели. Но давайте мы с вами посмотрим действительно, что это такое. И мы видим гжель. Старая, старый значок гжели. Да, кстати, задают еще много вопросов, почему я покупаю только гжель. Ну, во-первых, показываю, потому что я ее купила очень много. Как я уже сказала, нам повезло. Мы как раз распродавали коллекцию гжели. Но мы купили не только гжель. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте. Самые лучшие на свете зрители. И я продолжаю вам рассказывать о своих покупках на заводе Кристалл, когда были большие скидки. Да, купила очень много, очень интересное. Давайте посмотрим. Следующая вещь, которую я вам хочу показать. Это очень красивая масленка. Курочка. Курочка-ряба. Она тоже большая. Стоимость ее тоже 400 рублей. Красота. Масленки у меня еще не было. Ну, вот теперь она у меня появилась. И вот эту чудесную вазочку я тоже помню. Она была у бабушки точно такая же. Я ее решила тоже купить. Посмотрите, какая прелесть. Это опять кобальт. И опять по кобальту золото. Золотые цветы. И эта вазочка. Так. ЛФЗ. Тоже старенькая-старенькая ЛФЗ. Первый сорт. И мне кажется, она очень подошла. Подходит к моей джели. Сегодня такое солнце. Но мне так хочется посмевать на солнышке. И у нее вазочка всего 200 рублей. И еще одна моя покупка. Это блюдечко. К нему я еще пока не нашла чашечку. Ну, вот смотрите. Оно совершенно необыкновенное. Начиная с того, что оно квадратное. И без роз. Но очень красивое. И посмотрите, как оно подходит к моему чайничку. Ну, посмотрите. Клеточка эта. Субтитры создавал DimaTorzok Вот эту замечательную, миленькую, такую маленькую вазочку из Семикаракорского белого фаянса с ручной росписью я вот и купила. И купила ее не просто так, а потому что уже из этого фаянса у меня есть уже кое-какие предметы. На правом берегу реки Дон расположено единственное на югу России уникальное предприятие по изготовлению посуды из белого фаянса Семикаракорской керамики. Вся теплота души русской перенесена через руки художника на эти рисунки. Это визитная карточка Ростовской области. Это ручная роспись, знаменитая на весь мир. Это просто буйство красок чудесного южного края. И самое интересное, что открывшись в 1972 году, предприятие работает и по сей день. И у меня никогда не было такого маленького миниатюрного чайничка. Теперь вот видите, у меня такой миниатюрный чайничек и две подставочки под яйцем. Я знаю, что такая замечательная посуда есть у многих блогеров. Например, у Наташеньки из винтажного Ларчика, которая нам ее показывала, демонстрировала. А также у Милы с канала Мила-Мила. Кстати, она и живет недалеко от производства посуды. Сотверцавица форзится, дарит нам солнышко. Красавица! Видите, какая роскошная хрустальная ваза! Замечательная! Это богемское стекло. И посмотрите, какая изумительная у нее резьба! Как она переливается, блестит на солнце! Это ручная работа! Высотой вазочка 18 см. И ее достопримечательность в том, что у нее очень массивное основание. И поэтому, какой бы роскошный букет в нее не поставили, она никогда не перевернется. Никогда! И, конечно, очень приятно было узнать, что эта чудесная ваза стоит всего 400 рублей. Ну, вы знаете, какие сейчас цены на рынке. Ну, в общем, шикарная ваза 400 рублей. Замечательно! И последняя вещь из моего обзора. Это вот огромное блюдо. Очень красивое, яркое. Видите, здесь авторская тоже подпись есть. Оно подвесное. В общем, очень красивое. И очень яркое. Хочу сказать, снимала вам блюдо немецкое кало. Но, конечно, не такая красота. Далеко ему до этой красоты. Ну, и потом, это же все-таки, не забывайте, ручная роспись. Блюдо огромное, красивое. Когда я его видела, я была просто прожжена в самое сердце. Потрясена. Я не ожидала вообще, что можно такую красоту сделать. Я, конечно, его купила. Несмотря на то, что я даже не знаю, где я могу его использовать, где я могу его повесить. Потому что у меня, в общем-то, для него, наверное, и места нет. Но я была так поражена его красотой, что просто решила незамедлительно купить. Естественно, оно очень тяжелое. И еще раз очень говорю, что пожалела о подставке, что не купила подставку под кулич. Мне тоже вот смутило. Я почему ее не купила? Потому что она была очень тяжелая. Но раз я уж купила это блюдо и все равно брала такси, то, наверное, надо было взять и подставку под кулич. Красота, красота, красота. Ну вот, кажется, и все мои покупки. Блюдо это под заключение. Хочу сказать, что никогда раньше не собирала кжель. Вообще у меня в семье не собирали кжель. Да вообще ничего не собирали, потому что как-то не до этого было. Но когда два года тому назад я оказалась на заводе кжели, увидела чудесные вещи, то приобрела вот этот замечательный чайник, который вы видели. С него и началась моя покупка кжели. И теперь я собираю кжель. И хочу сказать, что это в отличие от многих немецких и пар, и троек чайных, которые покупают, и каких-то сервизов. Это ручная роспись. И причем она авторская. Здесь обязательно авторская подпись стоит. То есть это, в общем-то, замечательная, ценная вещь. Во всяком случае, может быть, и не на рынке ценная, но ценная сама по себе. А это уже от того, как мы это ощущаем, это уже и зависит все остальное. Так что я очень довольна. Я с вами, дорогие мои друзья, прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Весна, оптимизма, хорошего настроения, чудесных встреч, чудесных находок. Всего самого-самого чудесного. Обнимаю, люблю. До встречи, мои дорогие друзья. С наступающей Пасхой. И напоминаю, что мы встречаемся 2-го числа в 10 часов утра за чашкой чая. До встречи, мои дорогие! Субтитры создавал DimaTorzok